Дополнительный стационар для больных COVID-19 в поселке Дубровский появился в октябре этого года. Под него переоборудовали местную гостиницу профсоюзов, когда возникла необходимость оперативно освобождать основной стационар ВИДНОМ для более тяжелых пациентов. Пациенты, которые уже выздоравливали или имели положительные тесты, но относительно нормальное состояние самочувствия, переводились сюда, для того, чтобы получить дальнейшую терапию и уже выписаться домой после отрицательных тестов. Стационар в Дубровском рассчитан на 100 коек. Сейчас здесь проходит лечение 44 пациента. Конференц-зал. Понятно, что никаких конференций сейчас и других мероприятий не проводится. Но здесь, в этом помещении, располагается палата интенсивной терапии. И если состояние пациента ухудшается, его переводят сюда. У нас есть полностью вся лекарственная база. У нас есть все необходимое для оказания помощи не только по поводу коронавирусной инфекции, но также и по сопутствующим заболеваниям. Так как больные поступают не только с коронавирусной инфекцией, а имеют еще при этом и другие проблемы. Это сахарный диабет, бронхиальную астму и шимическую болезнь сердца. Именно здесь трудится Рамидин Якубов, молодой травматолог-ортопед из Дагестана. Первую волну с коронавирусом он боролся в ковидной больнице у себя на родине. Летом решил переехать поближе к столице и устроиться на работу по своей прямой специализации. Но, увы, вторая волна COVID-19 несла свои коррективы. 12-часовая смена доктора начинается с надевания специального костюма – сиза. Плюс маска, очки, защитный экран, бахилы, две пары перчаток. В 16.00 я заступаю на смену. В 8 утра я сдаю уже лечащим врачам дежурство. За смену что-то экстренное. Если что-то случается, конечно же, я вмешиваюсь. И, конечно же, обход. Всю смену продержаться в красной зоне, не выходя, нереально. Врач делает короткий перерыв на отдых каждые 4-5 часов. Красная зона – это инфекция. Выходя из красной зоны, эта вся одежда снимается и в специальные пакетики складываются. Оттуда мы идем, в зеленую зону отдыхаем, снова заходим в чистую зону, одеваемся и идем в красную зону. Каждый раз новый костюм. Каждый раз новый костюм. Работает Ромедин Якубов в стационаре через день. Выбирает именно дежурство. Говорит, когда вся больница на тебе, интереснее работать. Что-то беспокоит вас. Да нет, спасибо уже. Все идет на поправку. Спасибо вам. Отношение очень здорово. Еще в первую волну Ромедин тоже переболел коронавирусом. Тогда, говорит, даже сами медики не совсем понимали, как лечить новую инфекцию. Сейчас ситуация более обнадеживающая. И тех, кого удалось быстро поставить на ноги и выписать домой, значительно больше, чем в первую волну. Самочувствие сейчас отличное. Врачи вылечили. Персонал очень грамотный. Я желаю все-таки слушаться врачей, потому что я увидела, насколько это большой труд. Также носить маски, перчатки, хоть это всем все надоело. Обрабатывать руки. Потому что насилие нет болезни, даже не знаешь, откуда придет. На костюмах медиков большими буквами надпись «Но Пасаран». Это девиз каждого из них. Ведь врачи уверены, коронавирус в итоге будет побежден. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.